Всем привет! Как всегда, благодарю вас за то, что пишете комментарии под моими монологами. Читаю, не могу начитаться. И очень рад тому, что многие из тех, кто смотрит этот маленький каналчик, знают довольно редкие в нашей стране группы, типа Osric Tentacles и прочие, прочие, прочие. Это очень приятно, приятно встречать единомышленников, тех, кто любит хорошую музыку, редкую, у нас редкую, вообще не редкую. Вообще сейчас понятие редкость уже не актуально. Не люблю слова актуально, не актуально, но тем не менее, сейчас редкости уже практически и нет. Спросите любого нормального коллекционера Меломана, что является редкостью. У нас какая-то редкости и нет. Сейчас можно войти в сеть и найти любую пластинку, которую вы считали когда-то редкостью. Но это дело десятое. Я хочу не о редкостях поговорить, а вспомнить молодость. Музыку молодежную я вот недавно переслушал. У меня было много пластинок «Rush», осталось три из них. Одну я еще оставил на полке, а две вот сейчас достал. Музыка моей молодости. Мы очень любили эту группу, когда были то ли десятиклассниками, то ли студентами, скорее студентами уже, да, скорее. Уже это был 77-78 год, но, собственно говоря, и пластинки вышли, да, в 77-78 год. И нам это очень все нравилось. Мой друг Вальдемар, которого я неоднократно уже упоминал, познакомил меня вот с этой пластинкой. У него она была не в коллекции, а просто в доме, потому что коллекции тогда у нас ни у кого не было. У нас было там пять, шесть, семь пластинок, которые мы периодически меняли на другие, записав на магнитофон предварительно. «Farwell to Kings», «Прощайте, короли», типа, типа того, да. 77-й год. И мне эта пластинка очень понравилась. Мы с Вальдемаром ее слушали и ходили в гости к нашему другу-свину, Андрею Панову. А у Андрея Панова любимая пластинка была вот эта, «Hemospheres», «Rush», 78-й год. Следующий номер после «Farwell to Kings». Кто бы мог подумать, да, что лидер группы автоматического удовлетворителя Андрей Панов любил очень вот эту пластинку полушария группы «Rush». Ну, я хочу вот что сказать. Я переслушал недавно обе эти пластинки и понял, что это действительно музыка молодежная. Абсолютно мы попали в нужный возраст, в правильном возрасте это услышали. 17-18, 19 даже лет – это самое то. Потому что сейчас уже в моем возрасте восприятие, конечно, другое совсем. В отличие от группы «Bitles», например, и «Rolling Stones», которые молодежной музыкой не являются. Кто бы что ни говорил, кто бы что ни писал, что это вообще для тинейджеров, для ля-ля-ля, вот это все. Эта музыка очень глубокая, очень мощная. «Bitles» я имею в виду. Очень осмысленная и сердечная. И настоящее. То есть то, что идет к нам откуда хотите, из вселенной, из окружающего мира, от Бога. Как угодно. Но это правда. А «Rush» – это музыка достаточно искусственная. Мало кто будет опровергать вот этот мой тезис, что эта музыка умозрительная, искусственная, сконструированная, но тем не менее интересная. Особенно в молодости. Когда ты еще мало что слышал и мало представляешь, что происходит в окружающем мире. Это очень интересно. Повторюсь, да? «The Far All Two Kings». Многие считают, что это и говорят, да, и пишут о том, что это корни всего прогрессивного, так называемого, тяжелого рока. Там начинают «Dreamset» и дальше, дальше, дальше. Но «Dreamset» – это как самый яркий представитель вот этого направления. Будем брать. Это правда, да. Но скорее не «FRL Two Kings», а скорее «Hemospheres», конечно. Вот здесь корни «Dreamset» – это просто не то, что они есть, а они торчат. Они как корни такие, которые по земле ползут. Их видно просто, видно и слышно сразу. Хотя все говорят, что отправная точка – вот эта. Ну, пусть, да, наверное, я, так сказать, да, все хорошо. Но я стал пытаться понять, на что же это похоже. И услышал это только сейчас. Я, правда, много лет не слушаю эти пластинки, но раньше мне казалось, что «Rush» ни на кого не похоже, что это абсолютно самодостаточная музыка, сами изобрели. Но здесь действительно, здесь действительно это изобретение такое, которого… Ну, это изобретение, да, скажем так. То есть такую музыку никто не играл еще раньше. Если говорить вообще о так называемом прогрессивном роке, о концептуальных альбомах, о сложных построениях гармонических, мелодических, то сколько угодно, к 77-му году уже тонны были такой музыки. Но «Rush» играют рок-н-ролл. И здесь, и тут. Это в чистом виде рок-группа, гитарная рок-группа. Хотя тут и синтезаторы присутствуют, и на этом альбоме, и на другом. Но все равно это гитарная рок-группа. У «Ла Дзепплин» тоже синтезаторов выше крыши. Это, я третий раз повторю, это гитарное трио просто мощнейшее. И все это… И основа здесь, конечно, тяжелый рок, прямой, без каких-либо-то ни было отклонений куда-то в классику, куда-то там еще. Ну, хотя какие-то средневековые такие моментики играются, конечно, и тут, и там, и везде, и дальше тоже. Но это такие моментики, чуть-чуть, просто такие акцентики. У «Битлз» тоже там хватает этого добра всего. Это в чистом виде просто такой вот мощнейший хард. Очень сложный просто. Просто очень сложный. Очень навороченный, очень мастерски сыгранный и долго-долго-долго выдуманный. В этом отличие от «Езда», от «Дженесис», от «Эммерсона Лейкант Палмер», которые к понятию рок имеют отношение такое приблизительное. Это отдельный стиль, отдельная музыка такая. А здесь просто… И только сейчас я понял, что это в чистом виде, просто ближайшая параллель… В чистом виде ближайшая параллель. Хорошо сказал. Это группа «Дэху». Для многих это будет удивительно. И в этой связи я могу сказать, что именно «Дэху» являются отцами прогрессивного рока. С акцентом на слове «рок». Не на слове «прогрессивное», а на слове «рок». Почему? Я сейчас расскажу. Группа начинала же с музыки «Крим», с музыки «The Yardbirds», с британского блюза гитарного, до прихода Нила Перта, который усложнил всю структуру, поставил на место мозг и Гедели, и Алексу Лайфсону. Я забыл, как их зовут на самом деле. Это Лайфсон, это, по-моему, польский мальчик, а Гедели – это еврейский такой вот паренек. Ну, взяли псевдонимы и взяли. Ладно, все привыкли так их называть. В общем, Нил Перт усложнил всю эту историю, и стиль «Раш» он как-то выработался уже благодаря Нилу Перту, конечно, в основном. Именно вот эти сложные ритмические штучки, до которых он большой мастер был. На этом все лежало. Но основа-то была британский блюз-рок. Но поскольку группы не существуют в вакууме, а взаимовлияние, они же все слышали, они же все в себя впитывали, всю музыку. Были молодые, стремились к популярности. Довольно долго сидели по подвалам, по мелким клубам, играли кавера бесконечные. И с течением времени постепенно, потихонечку, вылезли к записи первого альбома. И потом потихонечку, потихонечку пошло, пошло, пошло. До пластинки 2112, которая сделала их уже популярными. Этот альбом укрепил популярность, вознес их уже на небеса. Был замечательный тур после этой пластинки. И следующая пластинка была записана уже после тура. Так вот, начинаем слушать. Фарелл Тукингс, первая пьеса. Вступление такое а-ля Средневековье, да? Гитара, синтезаторик, перкуссия, колокольчики. Этот самый вибрафон. Включается бас, начинается пение. И потом вдруг я слышу группу The Who. Я слышу цепочки гитарных аккордов, которые играет Алекс Лайфсон. И на этих цепочках аккордов все и держится. Не аккорд, да, не ритм гитара, а именно соло-аккордовое. То, что всегда играл и играет Питер Таунсенд. Аккордовые соло, которые перемежаются с одноголосыми пассажами. Ну, то, что здесь сверху еще наложено несколько разных гитарных историй, это другое дело. Но, в принципе, основа чисто, я слышу чисто Питер Таунсенд. И даже построение голосовой партии, увязывание голосовой партии вот с этими аккордовыми делами, это прямо The Who. Прямо я слышу Квадрофинею, прямо слышу другие альбомы The Who. Очень похоже и очень здорово. Но, конечно, по-своему. Конечно, это не плагиат никакой, это просто влияние, это использование приемов, которые были наработаны Питером Таунсендом и Джоном Энт Уислом, бас-гитаристом. Игра которого удивительно похожа, точнее, наоборот, Гедди Ли, удивительно похож местами на игру Джона Энт Уисла в бас-гитаре. Естественно, все по-своему. Естественно, другие задачи, другая концепция, другое мышление, вот это технократическое, космическое и прочее, а также социальное, остросоциальное. Ну, очень похоже. Песня очень красивая, Фарелл Ту Кингс, хотя не длинная она всего, сколько тут, шесть минут всего идет, для Рашета. Тьфу! Все меняется, как всегда. Безумные барабанные истории Нила Перта. Безумные просто. Вот здесь не похоже на Дэху, потому что у Кита Муна все-таки более прямая была гитаря, барабанная история, хотя технически не сказал бы, что хуже. Вот, наверное. Ну, к санаду, конечно, следующий номер. То же самое, та же самая история, те же самые аккордовые, нисходящие, восходящие построения и, опять-таки, почему не ритм гитара, да, там, играющая гармонию, а именно солирующие, аккордовые такие пассажи. Очень похоже на Дэху, правда, конечно, сложнее, конечно. Ну, что значит сложнее? Как написал один критик, я недавно прочитал в интернете, он так с иронией написал, ну, возьмите любую песню и пять раз измените в ней тактовый размер, она будет прогрессив роком сразу. И отчасти он прав, да. И здесь та же самая история. Достаточно, в общем, понятная. Почему к санаду считают одну из лучших песен Rush, по крайней мере, того периода раннего? Потому что она понятная. Там внятные мелодии, практически поп-мелодии. И в голосе, и гармонии очень доступные. Просто очень усложнено все ритмически, и все все время меняется. Я имею в виду тактовые размеры, чуть-чуть тональности кое-где, да, там сменяются, но все очень доступно, очень понятно в мелодических построениях. Closet to the Heart еще более понятная песня, очень красивая. И она перекликается с Farvel to Kings. В Farvel to Kings аккордовые вот эти штуки, они практически дублируют мелодию Closet to the Heart, которая сыграна на второй стороне. Очень красиво. Cinderella Man. Опять я слышу родного Питера Таунсенда в аккордовой игре. Тоже замечательная песня. Мадригал, единственное, мне как-то странно, как-то выпадает, хотя многим нравится. И в том смысле, что медленно и печально слишком. И как-то ощущение, что эта песня не раш вообще, а какая-то, кого-то другого. Просто слишком уж она какая-то, просто я не знаю, радионяня. Ну, Cygnus X1, вот с этого все и началось. Вот с этого и пошел Dream Theater это и все остальные прилагающиеся к нему коллективы. Страшная просто, страшная. С режущими поворотами, с дискомфортными абсолютно построениями музыкальными. Такой термин странный, да. Дискомфортные рифы. Не ложащиеся на ухо, но очень цепляющие, очень такие мощные. И бесконечные сбивки, синкопы, паузы, точно, точно расставленные паузы, что является очень сложным делом. Очень сложно играть тишину. Здесь тишина сыграна замечательно. Паузы и микропаузы. И очень, очень, очень круто. Очень музыкально, очень здорово, но слишком умозрительно, слишком много ума в этой музыке. Души не очень много ума. Умище никуда не денешь в музыке Rush, конечно. Тут его, может быть, даже через край, может быть, даже утомительно немножко. У Yes, и у Genesis, и даже у Эмерсона ума в 10 раз меньше, чем у музыкантов группы Rush. Так что, эта музыка для умных студентов, я бы так сказал, наверное. Ну и для нас с вами тоже, потому что приятно вспомнить молодость, какими мы были, какую музыку мы слушали, когда она была 18 лет. Не самую плохую, надо сказать. Не самую плохую. Так что, эта пластинка группы Rush, она стоит того, чтобы держать ее на полке. Даже если слушаешь ее раз в 5 лет, как я, например. Ну, пошел пить, пока.